Таблица умножения Таблица умножения числа 3 и на число 3 Цель нашего урока Закрепить знания таблицы умножения числа 3 и на 3 А также применять полученные знания При решении различных заданий, примеров и задач Давайте, ребята, вспомним Как мы на прошлом уроке составили таблицу умножения числа 3 3 умножить на 1 Получается 3 Что это значит? Это значит, по 3 взяли 1 раз 3 умножить на 2 Получается 6 Значит, по 3 взяли 2 раза Если по 3 взять 3 раза Это значит, 3 умножить на 3 Будет 9 3 умножить на 4 Будет 12 Если мы 5 раз возьмем по 3 То получится 15 По 3 взять 6 раз Будет 18 3 умножить на 7 Получается 21 По 3 взять 8 раз Будет 24 А если мы 3 умножим 9 раз То получится 27 И по 3 взять 10 раз Получается 30 Давайте вспомним Еще один способ чтения таблицы Ну а сейчас я предлагаю вам, зная таблицу умножения, поиграть в игру Вам нужно решить примеры А затем полученные результаты расположить в порядке возрастания Итак, 3 умножить на 5 3 умножить на 7 По 4 взять 3 раза И по 3 взять 9 раз Сосчитали? А теперь подумайте В каком порядке вы должны расположить свои полученные результаты В порядке возрастания Ну что получилось? А теперь давайте проверим 12 4 умножить на 3 получается 12 Следующий ответ 3 умножить на 5 получается 15 Следующий пример у нас должен идти 3 умножить на 7 Получается 21 И последний 3 умножить на 9 будет 27 Ребята, а сейчас я предлагаю вам Выполнить задание номер 1 на странице 91 Посмотрите внимательно на данные выражения Все эти выражения имеют два действия Вначале мы должны выполнить действия умножения А затем сложения или вычитания Итак, начинаем решать первый пример 3 умножить на 7 будет 21 21 плюс 3 получается 24 Следующий пример Следующий пример 8 умножить на 3 24 24 минус 3 получается 21 Считаем третий пример 3х6 будет 18 А 18 плюс 3 сосчитали 21 И последний пример И последний пример 3 умножить на 7 будет 21 21 вычесть 3 Получается 18 Молодцы! Вы видите, что знания таблицы умножения на 3 Нам помогли справиться с этим заданием А сейчас давайте решим задачу номер 2 на этой же странице Маляр окрашивал каждый день 8 оконных рам Сколько рам он окрасил за 3 дня? Составь задачи обратные данные Реши их Итак, ребята Скажите, пожалуйста А вы знаете, кто такой маляр? Правильно Маляр – это человек, это рабочий Который занимается окрашиванием разных предметов, а также зданий Итак, что нам известно в этой задаче? Мы знаем, что маляр окрашивал по 8 оконных рам И он работал 3 дня Давайте сосчитаем, сколько всего рам окрасил маляр за эти 3 дня Подумайте, каким действием мы решим эту задачу? Верно! Нам нужно действие умножения 8 умножить на 3 получается 24 Так как в день окрашивал по 8 рам И таких дней было 3 Поэтому за 3 дня маляр окрасил 24 рамы Итак, мы решили первую задачу Но у нас еще задание Нужно составить обратные задачи Помните, как мы их составляли? Итак, первая обратная задача За 3 дня маляр окрасил 24 рамы Сколько рам он окрасил за 1 день? Правильно! 24 нужно разделить на 3 Получится 8 8 рам окрашивал маляр за 1 день Нужно составить еще одну обратную задачу Маляр окрашивал 8 рам в день Всего он окрасил 24 рамы Сколько дней работал маляр? Для этого мы 24 разделим на 8 И получится 3 Значит, 3 дня работал маляр И при этом он окрашивал каждый день по 8 рам И вместе у него получилось 24 рамы Итак, мы решили задачу И составили к данной задаче Две обратные задачи Что нам помогло выполнить это задание? Правильно! Знание таблицы умножения на 3 А также знание того, что действие умножения Связано с действием деления И по одному примеру на умножение Мы можем составить 2 примера на деление А сейчас, ребята, давайте с вами выполним задание номер 4 На странице 91 Посмотрите, мы уже умеем заполнять такие таблицы Для этого мы должны помнить, как найти неизвестный множитель Итак, первый столбик рассматриваем Первый множитель 3, второй множитель 9 Произведение... Правильно! 27 Находим второе произведение чисел 9 и 2 Сосчитали? Верно! 18 Как же найти неизвестный первый множитель? Правильно! Нужно 12 разделить на 3 Получится 4 А как теперь найдем второй множитель? Для этого мы 14 разделим на 7 И получится 2 Первый множитель мы найдем Разделив произведение на второй множитель 18 разделить на 6 будет 3 И последний пример Мы 10 разделим на 5 Получим 2 Итак, наш урок подходит к концу Сегодня мы с вами повторяли и закрепляли Таблицу умножения числа 3 и на 3 А также решали различные задачи Примеры, используя знания этой таблицы Я надеюсь и уверена, что вы легко выполните домашнее задание Итак, домашнее задание На странице 91 Вы выполните номер 5 Решите задачу А номере 1 Вы выполните 3 и 4 столбик По образцу тому, который мы выполняли В начале урока Итак, наш урок подошел к концу Спасибо за внимание До свидания Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока Связь имени прилагательного с именем существительным Как называются слова, о которых мы говорили с вами на прошлом уроке? Имена прилагательные Что они обозначают? На какие вопросы отвечают? Вспомним Слова, которые обозначают признаки предметов И отвечают на вопрос Какой, какая, какое, какие Называются именами прилагательных Например, слова Легкий, весенний, добрый Давайте поиграем Я буду называть прилагательные И вместе с вами подбирать подходящие По смыслу существительные Серый, хищный, жадный Волк Рыжая, хитрая, ловкая Лиса Косой, слабый, трусливый Заяц Сухое, свежее, душистое Сено Солнечный, веселый День Как называются части речи, из которых составлены словосочетания? Имена существительные и имена прилагательные Вот сегодня мы с вами поговорим Какую же связь имеют имена прилагательные с именами существительными? Рассмотрим учебник на странице 88 Страничка для любознательных Какие признаки могут обозначать имена прилагательные? Имя прилагательное всегда связано с именем существительным Как бы прилагается к нему, поэтому эта часть речи так и называется имя прилагательное Имена прилагательные могут обозначать различные признаки Например Цвет Синее небо Белая астра Форму Круглый мяч Овальное зеркало Вкус Сладкий пирог Кислый щавель Размер Узкий ремень Широкая река Запах Душистый ландыш Нежный аромат А также внутренние качества людей и животных Например Храбрый воин Хитрая лиса Внешние качества человека Красивая девочка Рассмотрим с вами следующее упражнение 152 Какие предметы изображены на рисунках? Назовите признаки этих предметов Величину Цвет Форму И вкус Итак Первый предмет Яблоко Какое? Большое Желтое Круглое Сладкое Следующий Второй предмет Морковь Какая? Маленькая Оранжевая Цилиндрическая Сладковатая Лимон Какой? Большой Желтый Овальный Кислый Клубника Какая? Маленькая Красная Округлая Сладко Кислая Вишня Какая? Маленькая Бордовая Круглая Кисло-сладкая Вспомним На какие вопросы отвечают имена прилагательные? Какой Какая Какое Какие Сделаем Сделаем вывод Имена прилагательные употребляются при именах существительных Они делают речь более красочной и точно описывают предмет Обратите внимание Имена прилагательные могут отвечать не только на вопросы «какой», «какая», «какое» и «какие», но и на другие вопросы Например Желаю доброго пути Желаю пути какого? Доброго Иду по лугу какому? Зеленому Горит ярким светом Горит светом каким? Ярким Вижу чудесную картину Вижу картину какую? Чудесную Вспомним с вами, что такое имя прилагательное Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие» Называются именами прилагательные Имя прилагательное всегда связано с именем существительным Как бы прилагается к нему Поэтому эта часть речи так и называется Имя прилагательное Давайте рассмотрим домашнее задание Упражнение 153 На странице 89 Прочитайте загадки Отгадайте их Белая корзинка Золотое донце В ней лежит росинка И сверкает солнце Что же это может быть? Стоят в поле сестрички В желтый глазок Белые реснички Нарядные платьица Желтые брошки Ни пятнышка нет На красивой одежке Какая загадка вам больше понравилась? Чем? Какие слова автор употребил в переносном значении? Найдите в каждой загадке имена прилагательные Какие из них повторяются? Если бы не было имен прилагательных Вы смогли бы отгадать загадки? Выпишите из загадок имена прилагательные К данным именам существительным Например Реснички какие? Белые Спасибо за работу До свидания Здравствуйте дорогие второклассники На прошлом уроке мы с вами познакомились с замечательными произведениями Эдуарда Успенского Давайте вспомним как они называются Правильно Если был бы я девчонкой Над нашей квартирой И память Сегодня мы познакомимся с творчеством еще одного замечательного поэта Детского писателя Валентина Дмитриевича Берестова Будем учиться анализировать Сравнивать героев произведений И характеризовать их поступки На прошлых занятиях мы уже познакомились с творчеством Берестова А сегодня я хочу вам рассказать интересные факты из его биографии Валя Берестов родился в семье учителя истории Отец будущего поэта Сам писал стихи в юности И сыну сумел привить любовь к чтению В четыре года он научился читать Первым буквам мальчика научила слепая прабабушка Поэтические способности обнаружились у маленького Вали очень рано Свой первый стихотворный опыт закончился грустно За дразнилки на одноклассников их автор Берестов был бит Но это не повлияло на его сочинительство Просто новые стихи он стал записывать в тетрадь и хранить ее в тайнике Берестов вспоминал Больше всего на свете в детстве мне хотелось написать о моих друзьях О школе, о наших мечтах и играх Но ни в детстве, ни в юности Валентин Берестов не помышлял о творчестве Он познакомился со многими писателями Но особую роль в жизни Берестова сыграл Корней Иванович Чуковский Которому 14-летний поэт показал свою заветную тетрадь А вот интерес к детской поэзии Берестов пришел случайно Когда он стал отцом Он писал Моя дочь Марина вдохновила меня на стихи и сказки для малышей Сегодня на уроке мы прочитаем с вами стихотворение Валентина Берестова «Знакомый» Рассмотрите иллюстрацию и предположите о ком или о чем будет идти речь Верно, о каком-то знакомом или о чем-то знакомом В этом произведении встретится слово «знакомый» И прежде чем приступить к чтению, давайте выясним его значение Слово «знакомый» по словарю Сергея Ивановича Ожегова Обозначает «такой, о котором знали раньше» Известный Послушайте это стихотворение внимательно Сегодня вышел я из дома Пушистый снег лежит кругом Смотрю Навстречу мой знакомый бежит по снегу босиком И вот мы радости не прячем Мы неразлучные друзья Вяжем и прыгаем и скачем То я, то он, то он, то я Объятия, шутки, разговоры Ну, как живешь? Ну, как дела? Вдруг видим кошка вдоль забора Как тень на цыпочках прошла Побудь со мной еще немного Но я его не удержал Гав-гав, сказал знакомый строго Махнул хвостом и убежал Вы поняли, что за знакомый повстречался на пути к главному герою? Да, это щенок Сначала нам непонятно, о ком идет речь Но в последнем четверостише мы с вами понимаем, что речь идет о собаке Валентин Берестов смог заставить нас задуматься о том, кого мы называем друзьями И как он живется рядом с нами Следующее стихотворение, о котором пойдет речь, называется Путешественники Скажите, пожалуйста Кого называют путешественниками? Все верно Путешественники Это те, кто находится в пути Вынуждено или по желанию Одним из таких путешественников Является Федор Филиппович Понюхо Который в одиночку совершил пять кругосветных плаваний Послушайте, пожалуйста, стихотворение внимательно Путешественники Возьмем с собой сушеных груш И двинемся в лесную глушь Одни в далекий путь Я у Старкова за спиной Спешит Красильников за мной Назад не повернуть Взлетают палки наши, Влад И наши лыжи, Влад, скрипят Все дальше, дальше дом Но мы мужчины И к тому ж У нас запас сушеных груш И мы не пропадем Давайте мы с вами к этому стихотворению Подберем рифмы Попробуем подобрать к слову груш Груш Глуш Путь Не повернуть За спиной За мной Лат Скрипят Ребята, о каких путешественниках идет речь? Конечно, о лыжниках А сколько их было? Три Давайте перечислим Старков, Красильников и сам автор О чем же Или о ком Это стихотворение Это стихотворение о лыжниках Которые отправились в путь На лыжах И этих сильных мужчин Не пугают ни трудности Они опытные лыжники И нигде не пропадут А как называется следующее стихотворение Вы узнаете, расшифровав его название Правильно Кисточка Ребята, а как вы считаете, люди каких профессий работают кисточками? Да, это художники, маляры и археологи Послушайте, пожалуйста, стихотворение Кисточка Над бумажным над листом Машет кисточка хвостом И не просто машет А бумагу мажет Красит в разные цвета Ух, какая красота Скажите, пожалуйста А можно было бы, не зная название стихотворения Понять, о чем пойдет речь? Конечно Речь идет о рисовании А как вы догадались? Нам помогли выражения А бумагу мажет Красит в разные цвета Давайте вспомним Какие стихотворения мы с вами изучили на этом уроке Выберите их название из представленных Верно Знакомый Кисточка И путешественники Домашнее задание Выразительно прочитать стихотворение И придумать историю про учебные вещи Страница 150-152 Литературное чтение Урок окончен Спасибо за внимание Домашнее Домашнее